Кинокартина Нюрнберг, которую сейчас снимают на Мосфильме, станет первым отечественным фильмом про суд над нацистами. Съемочную площадку сегодня посетил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. У девятого павильона Мосфильма солдаты СССР, Соединенных Штатов Америки, Англии. Это актеры фильма Нюрнберг, о главном международном трибунале 20 века. В Франции у нас сидит последний стол. Внутри павильона воссоздан зал номер 600, где перед судьями, адвокатами, прокурорами разных стран предстали руководители Третьего рейха. Посетив съемочную площадку, директор службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин сказал, что у будущей картины не только художественное значение, но и просветительское. В основе сценария роман «Новеки вечный» историка и правоведа Александра Звягинцева. Изучению Нюрнбергского процесса он посвятил более 40 лет. Решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности. Главные из них состоят в том, что признана нацистская идеология преступной, и гитлерская Германия несет полную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Советский Союз настоял, чтобы приговор фашистам и фашизму был вынесен на полноценном судебном процессе. Нюрнбергский трибунал стал судом народов. В фильме «Нюрнберг» тоже работает интернациональная команда. Заняты актеры из Великобритании, Германии, Чехии и Франции. Россию представляют Сергей Безруков, Игорь Петренко, Евгений Миронов. У моего героя есть монолог, который Коля написал, который объясняет молодому герою, для чего нужен процесс, какой он важен. Он сам говорит о том, что трибунал этот нужен не только ради жертв, нам надо миллионов, безусловно ради денег, но ради будущего. Режиссер фильма Николай Лебедев говорит, что Нюрнберг – это не историческая реконструкция, а человеческая история. Наши главные герои – это молодые люди, которые волею судеб оказались в эпицентре этих событий. И их собственные судьбы менялись, ломались, но они выстаивали в этой ситуации. Мне кажется, это очень близко нам сегодняшним. Фильм «Нюрнберг» задуман как детективно-шпионский триллер. На Мосфильме группа до конца июля. После поедет в Нюрнберг. Нужны фасады реального дворца правосудия. В планах и съемки в тюрьме, где содержались заключенные. Ожидается, что картина выйдет на экраны в следующем году. Ольга Енина, Александр Садульский. Новости культуры.